добрый день дорогие зрители канала садовый мир с тех пор как мы показывали вам наши огурчики позднего потока совсем недавно прошло буквально несколько теплых дней и две теплые ночи и как они преобразились вы знаете что огурцы это чрезвычайно теплолюбивая культура и вот в те проливные холодные дождливые деньки когда у нас был поток воды под теплицу я исключила полив кормила по листву и это была подкормка неделю назад а сейчас они рванули в рост вы посмотрите два дня и заходил в теплицу потому что они меня были политы подкормлены заранее накануне скажем так неделю назад поэтому вышли полностью из-под контроля настреляли пасынков торчат во все стороны усиками и активно наливаются плоды и завязи которые висели скажем так без движения буквально неделю я думаю когда же курсы на поздних посадках то пойдут вот они пошли посмотрите солнце встал у нас сегодня съемочный день я сказал спасите помогите ребята я прерываюсь срочно нужно полить своих малышей посмотреть крылышки начинают вешать поэтому совмещаю полив подкормить с удобряющим поливом то есть это будет два в одном беру привычную свою фертику лиф павер для тыквенных культур можно подкормить и кабачки и другие бахчевые тыквы например патиссоны но я буду сегодня сейчас работать как раз по огурцам потому что не пить хотят в первую очередь и кушать и беру 15 грамм для приготовления рабочего раствора на 10 литров воды вот мое ведро полностью уже готовы и по полтора кофе сейчас буду проходить под корень виде и полива и в том числе буду давать им питание заглянула под мульчу да субстрат действительно просох поэтому сейчас быстренько делаем и полив и подкормку не попадая на листья вот так вот аккуратно круговыми движениями литра по два тепленькой водички с раствором фертика лиф павер свои огурчики поливаю обратить внимание нас вовсю наливаются зеленцы вечером буду снимать утром этот момент проморгал лучше огурчики собирать конечно утром фертика лиф павер сейчас идеально для подкормки именно в этот этап подношения поскольку содержит азот фосфор калий соотношение 12 11 26 и еще восемь необходимых жизненно важных микроэлементов для роста развития подношения растений именно в хилатной форме поэтому сейчас мы польемся наши огурчики они нас воспрянут духом листочки расправиться и лучше в междуряде два-три ведерка сразу водички на лишь для того чтобы повысить влажность теплицы это будет профилактика уже от появления паутиного клеща что необходимо провести из работ вот на этих посадках огурцов первую подвязать отросшие пасынки и завернуть плети которые у нас буквально за ночь вымахали я удаляю вот так аккуратно усики это можно делать но я всегда так делают насколько они отнимают силы как полноценный побег практически подворачиваю так по часовой стрелочке наши огурчики вот так опасники вот обратите внимание что я аккуратно присяду в кадре вот те которые снизу посмотрите они уже идут с продуктивными завязями оставляю буквально 23 обязательно подвижу кверху потому что пространство между посадками меня позволяет и потом проведу прищипывание когда не нальются для того чтобы плеть вот это выкормила наши огурчики и так дальше видите формирую елочку своеобразных пасынки отрастают и их подвязываю так аккуратненько страхую чтобы они не отломились под тяжестью огурчиков 3-4 огурчика прищипывает 3-4 огурчика пищу и таким образом вот акт вверх когда плеть состарится можно будет внизу там где она у нас полностью от плодоносит удалить все откормившие лист вот лист лист и который откормили огурчик что такое кормящий лист от брать внимание видите вот нас образовалась зависть под ним находится листочек вот из неждоузли у нас вырос зеленец огурчик когда он нальется вырастет мы его снимем огурчик уже мы употребили в пищу а соответственно листочек потом когда потеряет форму пожелтеет его можно будет удалить чтобы он не расходовал питание у плети и соответственно когда потом у нас плеть будет оголяться на одну треть она будет уже голенькая можно будет ниточку приспустить раздвинуть мульчу нашу плеть так в колечко свернуть немножко пришпилить проволокой либо просто закомпостировать питательным каким-то составом например компост перегной и сделать удобряющий полив соответственно у вас дальше будет нарастание новых пасынков для этого мы с вами и выращиваем огурцы чтобы они на пасынках и основном стебле подносили и мы получали максимальное количество наших хрустящих зеленцов на правильный подкормка нам в этом поможет защищенном грунте с каждым поливом в жаркую погоду я провожу вот такой удобряющий полив холодную сырую погоду кормлю то же самый фертик или файвер но уже по листу соответственно для того чтобы не произошло замокание корневой систем поэтому внимательно следить за продуктивной влагой именно под мульчей на ваших посадках и соответственно профилактируйте заболевания вредителей и обеспечивайте все необходимое для ваших посадок и тогда огурцы вас завалят просто урожаем а погода налаживается значит огурцы сейчас нас в бум войдут напоминаю что это огурчики у меня уже второго этапа роста которая посадила именно для того чтобы делать консервацию мы активно с ранних посадок уже огурцы едим ну а здесь огурчики идут уже без пустот они пригодны как раз для закатывания в баночке и для приготовления очень вкусных салатов уже непосредственно зиму все что необходимо сделать с ними на данном этапе развития вам рассказала надеюсь что они мои советы вам помогут и у вас тоже скоро появятся запасы в том числе ваших местах хранения из вкусных красивых ровненьких и чрезвычайно полезных зеленцов но не забывайте что сейчас огурчики в сезон поесть одно удовольствие поэтому снимаю взглядки помыли и хрустите с удовольствием надеюсь что урожай вас порадует